Амбулаторию нового формата ввели в строй в кратчайшие сроки, ведь необходимость назрела давно. Проект приблизил доступность медицинской помощи жителям отдаленных, перенаселенных сотых микрорайонов, которые были вынуждены ездить в поликлинику номер два. Амбулатория оснащена самым современным оборудованием и станет одной из лучших в столице. Были выделены 67 миллионов под ключ. Помимо этого, наша поликлиника еще выделила 5,7 миллионов на медицинское оборудование. В итоге вы видите, что получилось. Это одна из лучших сегодня врачебных амбулаторий. Это не только красивый дизайн. В фойе установлен инфомат. Записаться к врачам, жителям помогает администратор зала. Мы постарались, чтобы было все в современных условиях, чтобы работало две регистратуры. Около 25 кабинетов создано не только для оказания первичной медико-санитарной помощи, но и для специализированной. Здесь будут принимать и узкие специалисты, такие как невролог, эндокринолог. Будут проводиться УЗИ-исследования. Отдельный блок детское лечебное учреждение также оснащено самым современным медицинским оборудованием. У нас работают три педиатрических участка, сидят педиатры на приеме. И проводятся лабораторные исследования, общий анализ крови, общий анализ, чем могут ребятишки сдать. Также физиопроцедуры у нас ведутся. И в скором времени откроется процедурный кабинет и дневной стационар. Местные жители давно мечтали о строительстве новой поликлиники, поэтому для них это долгожданное, радостное событие. До поликлиники у нас была очень маленькая, всего один кабинет был, ну, педиатры мы всегда ходим. И всегда была очередь большая, и очень было неудобно и тесно. Мы очень рады, что открылась такая поликлиника, большая. Здорово, конечно, здесь все новое, все красивое, и, соответственно, очередей меньше стало. Никакого скромнения, конечно. Там было две квартиры объединены, трехкомнатные и двухкомнатные. Эти снота, эти лабиринты, сквозняки сразу от входа, дверь терапевта, а здесь просто дворец. Ожидается, что открытие поликлиники значительно улучшит доступность амбулаторной медицинской помощи для жителей 10 микрорайонов. А к 2020 году с учетом застройки 115 квартала планируется оказывать помощь почти 18 тысячам жителей. Мы очень рады, потому что на сегодняшний день в нашей школе обучается практически полторы тысячи учащихся. И мы сейчас получили благодаря администрации города Ланды, Министерству здравоохранения Республики Бурятия, совершенно такое новое, хорошее здание, новую амбулаторию, где наши и дети, и родители могут получить качественные медицинские услуги. Я думаю, что это одно из самых важных событий на сегодняшний день в нашем районе. Медицина становится доступнее и качественнее, а самое главное призывает, чтобы человек задумался о своем здоровье. И с профилактической целью приходил в медицинские учреждения.